Здравствуйте! С вами снова Экви-менеджмент с Витой Козловой. Сегодня мы начинаем цикл «Единство», обозначенный в нашем лого буквой «Ю». В этом цикле мы осветим такую интересную и важную тему, как корпоративная культура КСК. И начнем мы с разговора о лидерстве. Ведь без понимания, что такое лидерство, невозможно построить корпоративную культуру. Корпоративная культура имеет несколько уровней. Отраслевая, культура сообщества, то есть конного спорта в целом. Дисциплинарная, в разных дисциплинах конного спорта она своя. Клубная культура, характерная для большинства конноспортивных клубов. И, наконец, внутриклубная корпоративная культура. Кроме того, в каждом клубе есть несколько субкультур. На уровне тренеров, коноводов, административной команды и так далее. И на любом из этих уровней корпоративная культура тесно связана с таким понятием, как лидерство. Потому что именно лидер, в особенности лидер-бизионер, а это, как правило, основатель клуба, транслирует окружающим ценности определенной корпоративной культуры. Можно сказать, что обычный лидер смотрит в текущий день, а бизионер в завтрашний. Я не случайно поставила вопрос лидерства в начало темы корпоративная культура. Сегодня мы с вами разберем, каким лидерам по плечу создавать зрелую корпоративную культуру, какими для этого нужно обладать качествами, и сравним задачи лидера-бизионера и лидеров подразделений конноспортивных клубов. Итак, начинаем. Что такое корпоративная культура и есть ли КСК, у которых ее нет? Иногда я слышу фразу «Ну, был я в этом клубе, но нет там никакой корпоративной культуры». Скажу сразу, что полноспортивных клубов, не имеющих корпоративную культуру, просто не существует. Есть корпоративная культура развитая, и тогда мы видим в ней все, что нас восхищает и к чему мы стремимся. А есть слабая – это все, что мы, как правило, не хотим видеть. Бардак и хаос, где каждое подразделение клуба живет своей жизнью. Ведь для некоторых КСК – верх корпоративной культуры – это отпраздновать вместе Новый год, выпить шампанское и разойтись довольными. Но есть и клубы с сильной корпоративной культурой. Это сразу чувствуется, как только ты приходишь туда. Ты понимаешь, что всех этих разных людей что-то объединяет. Признаюсь, я далеко не сразу заинтересовалась темой корпоративной культуры и оценила ее великую силу. Моя докторская степень была по специальности социология управления. Я изучала эффективность компаний, конечно, знала о том, что существует корпоративная культура и лидерство. Но изучая именно эффективность, я обнаружила, что некоторые компании не используют самые эффективные методики, которые, казалось бы, лежат у них под ногами. Так было, пока мне не попалась на глаза великая фраза отца мирового менеджмента Питера Друкера «Культура ест стратегию на завтрак». И для меня словно открылась вселенная. Я осознала, что успешными становятся именно команды с сильными ценностями и культурой. О каких бы областях деятельности ни шла речь. Более того, я обнаружила четкую закономерность. По мере того, как компания поднимается на следующий уровень корпоративной культуры, повышаются и ее показатели рентабельности. Но обо всем по порядку. Итак, культура – это тот общий формат, который нас объединяет. Понимание того, что можно и чего нельзя делать. Как говорить с коллегами, подчиненными, клиентами. Что символизирует лидер-визионер и какую ролевую модель он берет на себя. Зачастую эти правила не прописаны в корпоративных документах. Например, компания «Тойота» письменно оформила свод своих корпоративных правил только в начале 2000-х, то есть более чем через полвека своей деятельности. Однако каждый новый сотрудник так или иначе считывает существующие в организации негласные нормы и начинает действовать, используя их. Корпоративная культура КСК, как и любой другой организации, да пусть даже религиозной, состоит из следующих основных частей. Миссия и философия, ценности, видение, кредо, слоган, корпоративный стиль и атрибуты, этические принципы и правила. Разумеется, что корпоративная культура будет развиваться только в том клубе, где его лидер не только декларирует определенные корпоративные ценности, но и реально следует им сам. Итак, в любой организации есть лидер-визионер и есть лидеры подразделений. Также зачастую, чтобы быть лидером, не обязательно занимать руководящую должность. И в то же время можно не являться лидером, но быть хорошим управленцем и эффективно организовывать работу команды. Быть лидером – это куда больше. Также основатель клуба тоже не всегда автоматически является лидером-визионером. Равно как для сотрудников их непосредственный руководитель не всегда лидер, за которым они готовы идти. Но в идеале, если команда эффективна и слажена, то, например, Ночкон будет лидером штата Коноводов, старший тренер – тренерской команды, а основатель клуба – лидером-визионером. Как правило, лидер – это тот, кто постоянно притягивает к себе людей своими мыслями или идеями, определенными идеалами, а также способностью убеждать. В результате чего собирается определенная группа единомышленников, которая становится сплоченной командой. Именно это умение делает обычного человека лидером. Если провести аналогию с рукой, то быть лидером, по моему мнению, это быть большим пальцем. Почему именно большим? Потому что только большой палец может работать в паре с любым другим или со всеми сразу, позволяя руке делать дело. Как-то у Генри Форда спросили о том, кто может быть боссом компании. На что он ответил, спрашивать, кто должен быть боссом, все равно, что спрашивать, кто должен быть тенором в квартете. Конечно, тот, кто может петь тенором. Так можно ли научиться быть лидером? Давайте разбираться вместе. Организационные психологи утверждают, что практики развития лидерства основаны скорее на гипотезах, чем на доказательствах. Некоторые исследователи считают, что лидерство – это врожденная черта. И если у человека нет задатков, то развитие лидерских качеств ему не поможет. Однако некоторые исследования показывают довольно высокую степень эффективности программы развития лидерских качеств. Я думаю так, технически лидером, то есть идущим впереди и ведущим, при желании может стать любой. Но фактически лидерами не становятся, ими рождаются. Какими же качествами обладает большинство людей, которых мы воспринимаем как лидеров? Вот мой личный рейтинг. Лидеры устанавливают ценности и философию. Они задают тон для всей организации, определяя направление ее развития. Если сам лидер придерживается высоких моральных и этических стандартов, это становится образцом для подражания. Лидеры создают атмосферу доверия и инклюзивности. Они активно поддерживают открытую коммуникацию, слушают мнения сотрудников и уважают их разнообразие. Лидеры моделируют поведение. Они являются образцами поведения для остальной команды. Их действия и решения влияют на то, каких этических норм и правил придерживаются в организации. Лидеры имеют высокий уровень профессионализма. Они знают процессы и методы, используемые в работе команды, умеют координировать ее работу. Лидер постоянно развивается, ищет новые знания и применяет их на практике, открыт к творческим и креативным решениям. Лидеры поддерживают обучение и развитие. Они создают атмосферу постоянного роста сотрудников. Лидеры участвуют в разрешении конфликтов. Конфликты неименуемы. Важно, как именно они разрешаются. Лидеры имеют высокий уровень эмоционального интеллекта и эмпатии, благодаря чему при разрешении конфликтов стремятся к уважению и справедливости. Лидеры умеют быстро принимать решения и брать ответственность на себя в случае непредвиденных ситуаций. Они всегда готовы предложить план «Б» и принять сложное решение. Лидеры имеют высокую личную мотивацию. Они всеми силами добиваются результатов в любых ситуациях и не нуждаются во внешних стимулах. Не могу тут не вспомнить совет моего папы. Всегда действуй так, чтобы твое уверенное движение вперед никогда не являлось следствием хорошего пинка под зад. И, наконец, для лидеров характерна харизматичность. Они умеют вести людей за собой, формируя убедительное видение будущего. Их убежденность очень важна для того, чтобы вдохновлять сотрудников. Почему способность или, если угодно, талант вдохновлять так важен? Потому что очень многие люди не хотят расти, не хотят меняться. Ну, просто не хотят. Их устраивает их жизнь, устраивает оставаться такими, какие они есть. Иногда это целые группы людей. И задача менеджмента увидеть эти группы и сделать так, чтобы лидеры подразделений клуба несли в свои группы правильные ценности, настраивали разных и непохожих друг на друга людей на развитие и инновации. Таким образом, при помощи лидеров команда не только развивается, но и очищается от случайных и нежелательных людей, саботирующих или препятствующих внедрению изменений. Это настолько важный вопрос, что сегодня появилось даже такое направление в менеджменте, как поведенческая экономика, которая дает реальные практические инструменты для построения качественной корпоративной культуры. По прошествии без малого 30 лет с момента рождения бренда Прадар, я убеждена, что успешное управление в принципе возможно лишь тогда, когда команда состоит из разных людей, которые являются отличными экспертами в своих направлениях, и каждый из которых имеет хотя бы несколько из вышеперечисленных качеств лидера. Тогда, работая вместе, они будут дополнять друг друга. Я много лет потратила на поиски тех, кто имел бы все эти качества, то есть были бы и профессионалами, и прирожденными лидерами. И только с опытом пришло понимание, что мне следует делать ставку не на отдельных звезд. Тут, кстати, стоит сказать о том, что любую организацию, делающую ставку на отдельную личность и ее успех, ожидает неизбежный кризис. Мы в клубе Прадар не единожды это проходили. И это, скажу вам откровенно, очень болезненная штука, но и полезная, так как этот опыт заставил меня подумать об управленческой команде, которая именно как команда, состоящая из разных людей, способна выполнять все необходимые для организации функции. О команде взаимодополняющей, которая является и предпринимателем, и администратором, и производителем, и интегратором. Ведь совокупность всех этих характеристик просто нереально найти в одном человеке. Не случайно менеджмент в целом, иконно-спортивный в частности, возникает только там, где нужно решать задачи, которые просто невозможно решать в одиночку. Следовательно, одна из главных задач лидера – создание единой команды сотрудников с разными подходами и типом мышления. И подробнее мы об этом поговорим чуть позже в программе, посвященной вопросам HR. А пока лишь добавлю, что часто приходится слышать от руководителей других клубов вопрос «Где же мне найти несколько человек вроде меня в команду?» Хочу подчеркнуть, что люди команды должны быть не клонами первого лица, а именно разными, и только тогда они смогут стать эффективной командой. Как пальцы одной руки, которые различаются, но дополняют друг друга. Давайте продолжим это сравнение и представим, что мы сломали один палец. Разумеется, это сразу почувствует все тело. Это и есть эмпатия. Более того, четыре здоровых пальца будут пытаться компенсировать потерю. Вот что означает органическое единство, синергия вместо индивидуализма, или, что еще хуже, противостояние. Люди эффективной команды, как правило, не только не копируют своего руководителя, они не копируют и друг друга, придерживаясь разных подходов, допуская различия мнений и стилей. Они разные по темпераменту и профессиональному поведению. Консерваторы избегают перемен и стараются все держать под контролем. Креативные члены команды, наоборот, жаждут перемен. Кто-то нацелен на результат в краткосрочном периоде, а кому-то требуется время, чтобы развить свои идеи. Каждому стилю присуща своя особая манера общения. Кто-то будет весьма эксцентричен, а кто-то предпочитает помалкивать вместо того, чтобы возразить вслух. Именно для того, чтобы команда, состоящая из разных по темпераменту и стилю общения профессионалов, обеспечивала рентабельность и эффективность в долгосрочной перспективе, и существует корпоративная культура, нравственные и поведенческие нормы которой, собственно, и являются тем инструментом управления, который обеспечивает желаемые образцы поведения и взаимодействия членов управленческой команды. Зрелая корпоративная культура не только благоприятствует совместной работе, но и обеспечивает взаимозаменяемость сотрудников. Это важно для КСК, так как обычно клубы не могут себе позволить иметь большой штат. Поэтому именно благодаря развитию корпоративной культуры можно добиться того, чтобы команда клуба воспринимала себя не механически, когда каждый печется о своих интересах, а осознавала свою органическую целостность. Взгляните на стул. Но если одна из ножек сломается, обеспокоят ли это остальные ножки? Перегруппируются ли они в треножник, чтобы сохранить функциональность стула? Ну, конечно, нет, потому что между частями стула нет внутренней взаимосвязи. И если вернуться к вышесказанному, то команда может стать своеобразной организационной экосистемой, только вобрав в себя разнообразие стилей. Так почему же зачастую руководители подбирают в свою команду удобных клонов? Ответ прост. Несовпадение стилей порождает конфликты, которые они не умеют, а зачастую просто не хотят разрешать. Потому что они неприрожденные лидеры. А без этого не обойтись, если вы настроены на создание действительно эффективной и функциональной команды. Само по себе ничего не может быть функциональным. Ручка, не оставляющая след на бумаге, бесполезна. В дыхании нет смысла, если легкие не насыщаются кислородом. Вот и группа профессионалов в разных областях сама по себе не превратится в функциональную команду без лидера. В этом-то и заключается его магия. Как тут не вспомнить еще одну цитату Генри Форда? Собраться вместе – это начало. Остаться вместе – это прогресс. Работать вместе – это успех. На официальных сайтах молодых КСК, да и тут далеко не везде, можно увидеть миссию, видение, кредо и слоган. Иногда я вижу даже интересные мотивационные программы, и многие уверены, что это и есть корпоративная культура. Разумеется, так это не работает. Корпоративные ценности – это только вершина айсберга. Главное, разделяют ли их люди команды? И что они реально об этом думают? Что делают каждый день для развития корпоративной культуры в своем клубе? И какую философию исповедуют? По моему глубокому убеждению, конно-спортивный клуб решает куда более высокие задачи, чем получение прибыли. Как минимум, клубы стараются оказывать услуги с наивысшим качеством, идти к общей цели и приносить пользу другим. И тем не менее, ряд моих коллег-менеджеров по-прежнему утверждают, что цель любой коммерческой организации – это прибыль. А всякие глупости вроде корпоративной культуры – это игрушки, отвлекающие сотрудников от процесса. В качестве возражения хочу привести лишь один, хотя их сотни, пример того, как прибыльные и известные на весь мир организации разорялись потому, что не думали о людях, для которых они работают. В 2009 году журнал Fortune назвал компанию BlackBerry самой быстрорастущей в мире. Но к 2013 году цена акции BlackBerry рухнула на 90%. Причиной была настойчивость или упрямство. В BlackBerry упорно продолжали производство телефонов с полной клавиатурой, несмотря на то, что потребители все более явно начинали предпочитать сенсорные экраны. Так, неспособность двух топ-менеджеров компании, двух столпов, двух легенд этого бизнеса – Майкла Лазаридиса и Джимми Балсили дать потребителю то, что он хочет тогда, когда он этого хочет – и стало причиной того, что BlackBerry, которая контролировала, только вдумайтесь, 50% рынка смартфонов в США и 20% в мире к 2016 году имела 0% доли рынка. А ведь это была самая высокодоходная и дорогая компания Канады. Лазаридис и Балсили были из числа менеджеров про прибыль. Им удалось достичь замечательных успехов и прославить свою компанию. Но мир, где у них было все так хорошо, изменился, и всего за несколько лет стал другим, а они в погоне за прибылью просто не заметили этого. В результате смартфоны BlackBerry превратились в доисторическую муку в куски янтаря. Пример с BlackBerry – отличная иллюстрация моей следующей мысли. Главное для любой коммерческой организации, и КСК в том числе, это члены клуба, которые готовы платить за удовлетворение своих запросов. И тут я хочу дать простой, но от этого не менее ценный практический совет, который стал нашей продаровской философией и частью нашей корпоративной культуры. Всегда ставьте благополучие лошадей во главу угла. И уже исходя из этого, делайте все для того, чтобы клиент клуба получил услугу наивысшего качества тогда, когда он это хочет и по лучшей цене. И если мы умеем делать это эффективно, а наши затраты несколько ниже цены, которую нам платят за наши услуги, клуб работает рентабельно. В своей книге «Аллерих» великий всадник Райнер Климки писал, В одиночку никому не удастся добиться успеха в конном спорте. Важно работать в команде, где каждый делает свое дело, посвящая ему всего себя, при этом отдавая свое сердце прежде всего благополучию лошади. Клуб «Сан-Георг» семьи Климки сегодня представляет уже третье поколение конников. Это прекрасный пример клуба, ориентированного на вечность. Равно как и конюшня Анкатрин Лизенхоф и Клауса Мартина Рата. Сегодня это уже третье и четвертое поколение конников, и пресекаться эта династия, похоже, не собирается. Этот перечень могут продолжить конюшни семей Кассельман, Витакер, Писуа, Гулексон. В России мы наблюдаем те же процессы. Некоторыми клубами управляют уже второе поколение. Пассаж Нижний Новгород, Измайлова, Прадар, На подходе Новый век и Русский алмаз. Что только подтверждает истину. Есть лидеры, которые поднимают планку для себя. Это первый уровень. Ступенью выше стоят лидеры, поднимающие планку для других. И лишь выдающиеся лидеры вдохновляют других поднимать собственную планку все выше и выше. Их пример, ценности и действия создают культуры неподвластные времени. Лидеры способствуют успеху и процветанию компаний. Создают атмосферу, в которой сотрудники чувствуют себя вдохновленными и мотивированными достигать выдающихся результатов. В следующей программе мы продолжим разбирать тему корпоративная культура и поговорим с вами о том, как культура и ценности влияют на рентабельность КСК. Если проект Экви-менеджмент интересен вам, а информация, которую мы предлагаем вашему вниманию, полезна, ставьте лайки, чтобы это видео попало в рекомендованные. Тогда его сможет увидеть еще больше конников, которым оно собственно и адресовано. С вами была Вита Козлова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!